Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о бархатцах. Родина бархатцев раскидистых – Мексика. А в России и на Украине они широко культивируются как декоративные цветы. Но еще они обладают очень многими целебными свойствами. В качестве лекарственного сырья используют сушеные цветочные корзинки. Растения не применяются официальной медициной. Однако в народной медицине они нашли для себя очень хорошее применение. Цветочные корзинки в виде настоя используют как диуретическое, патагонное и противоглистное средство. При насморке и гайморите очень помогают ингаляции из настоя цветочных корзинок. Пять сухих бутонов нужно поместить в заварочный чайник, предварительно их измельчив. Кипяток для ингаляции заливайте до нижнего основания носика. Чайник укутываем на 5 минут, а затем можно делать ингаляцию. Вдыхаем воздух из чайника рту, выдыхаем носом. Также можно приготовить масло из бархатцев от ран и ожогов. На пол-литра масла вам понадобится 100-150 сухих цветков бархатцев. Заливаем бархатцы доверху маслом и настаиваем неделю в темном прохладном месте. Затем его нужно отжать и также хранить в темном прохладном месте. Такое масло можно использовать для растираний при воспалении дыхательных путей. Такой масляный экстракт также поможет вам от гненечковых заболеваний кожи, прыщей, пролежней, раздражениях на коже, а также огрубевшей кожи на пятках и локтях. Настоит цветков бархатцев раскидистых помогает бороться при болезнях поджелудочной железы и печени. Спиртовая или водочная вытяжка помогает бороться с повышенным уровнем сахара в крови. Для этого нужно взять 50 сухих цветков и залить их пол-литра водки. Настаиваем 2 недели в темном месте, периодически взбалтываем. Затем отжимаем и можем пользоваться. Употреблять нужно 1 чайную ложку 3 раза в день до еды. Некоторые хозяйки используют на своей кухне меритинский шафран. Это аналог настоящего шафрана, но сделан он из перемолотых сушеных лепестков бархатцев. Ну что же, друзья, сегодня мы узнали, что такие замечательные цветы, как бархатцы раскидистые, не только радуют наш глаз, но и являются прекрасным лечебным снадобьем, которое можно использовать в домашних условиях. Я очень люблю заваривать из них чай. Несмотря на то, что они практически получаются без запаха и вкуса, но цвет у них очень насыщенный и красивый. А кроме того, я знаю о том, что они принесут мне неоценимую пользу. Поэтому можно не оставлять эти бархатцы на грядках, а собрать их и использовать для приготовления целебного чала. Дорогие друзья, сегодня мы познакомились с вами с прекрасным растением. Это бархатцы раскидистые. Приятного вам чаепития! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова